У язычинской культуры грамыка и мяоховник лечилыся, что яно повинно было засерогать человека от усих житёвых проблем, але у красавику 86-го гэта предмета грамыки не вырытывала. У вогули, у миновом сагодзе новые грамыки сутыкнулись с двумя великими бедами. С початку Великой Айчинной, под часакой вёсткой недолечилыся 255 человек. Их прозвищи заховались на мемориале загинувшим землякам. До початку 90-х, калли грамыки отсядили, всюды завсюды приносили кветки. Сёдня от вёстки засталось и некакий напоуразборных жилых домов и речески таких капитальных побудов, як клуб и ферма. Почас ознайомлений с былым населенным пунктом, генеральный секретар Уссегольной конфедерации профсоюзов Владимир Шарбаков узгадывая, як проходила отсядение и ДДЕ за разголовные задачи конфедерации – оздоровление насильництва. На опошний час у России и Беларуси сворены сучасные медицинские центры. Тяпер неабходно зарабить их дейность больше скардынованной, включающий обмен высокотехнологичным обсталеванием, к этой плане до речи потребовал державный сократар союзной державы Регор Рапота. Мы надеемся, что в ближайшем будущем удастся таким оборудованием оснастить и центры российские, и белорусские. Я, Григорий Алексеевич, попросил, чтобы создать достаточно быстро и эффективно, использовать отновейшие методы, чтобы это была союзная программа России и Беларуси. К ветке допомника оселенным вёсткам Ветковского района, як констатация проблем, за кеми сотукнулась ягэтая территория у вынеку Чарнобырской катастрофы. Своё исцнование тут спынили 54 вёстки. Разом с тем, размыва на Ветковшине не только об минолом, а и перспективах. 30 годов тому у первой ветковской средней школы вучилась около тысячи детей, зараз меньше 700. Разом с тем, в опошние годы колькась вучня почала повеличиваться, что у школы связывают с будовницем жилья, замасыванием працонных ресурсов и поступовым поэлечением колькась шмаддетных семью. У Школьном музее боевой и працонной славы пералечивают былых выпускников, які стали знакомитыми державными деячами. Министр замежных справ Советского Союза Андрей Громыка, старшиня Совета Министра УБССР Владимир Бровиков, старшиня Державного комитета Советского Союза по телебачене и радиовещанне Александр Аксёнов, Чарнобыль кажуть, забывать нельга, але необходно думать и о будущем. Район повинен развиваться и робить их это будут перш за все мясцовые жахары. На примере этих людей, их карьеры, их достижений творческих, члены Национальной академии наук в СССР, среди наших учеников, мы и воспитываем подрастающее поколение. Есть на чем, на каком примере это делать. И безусловно, это находит отклик у детей. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.